Привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Часто в комментариях у меня на канале звучит вопрос, почему антифриз попадает в двигатель в масло. Если вы подписчик моего канала и следите мои видео, я несколько раз дотрагивался к этому вопросу и знаете, что самая главная и распространенная причина попадания антифриза в отсеке масла это пропитая прокладка КБЦ. Чтоб глубже разобраться в этом вопросе и найти еще причины этого неполадка, я поискал информацию в интернете и вот что я обнаружил. Если что, я не доискал и тут не присутствует в этом списке, пишите, пожалуйста, в комментариях, что еще может причиной попадания антифриза в масло двигателя. Итак, причины. Первое. Прокладка КБЦ прогорела. Если перегрелся двигатель, неправильно затянуты фиксирующие болты или просто устарела сама прокладка, это может привести к протитречке охлаждающей жидкости в двигатель. Второе. Нарушение геометрии КБЦ или деформация головки. Прокладка внутрь может быть неправильно установлена. Третье. Теплообменник вышел из строя. Если разбалтывается его крепление, а прокладки стареют, это может стать причиной нарушения герметичности маслоохолодителя. Герметичность также может нарушиться самому внутреннюю теплообменника. Часто в таком случае происходит наоборот. Масло переносит в систему охлаждения и в расширительном бачке или в радиаторе образуется эмальсиообразная смесь. Четвертое. Плохой антифриз. При заливе некачественной охлаждающей жидкости она может замерзать в бачке. Это морозы может приводить к повреждению головки блока, коррозии кильз цилиндра и нарушению герметичности системы охлаждения. Пятое. Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулируется тассоль. Это проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля. Чем опасна вода или охлаждающая жидкость в масле? Если в смазку попадает вода и охлаждающая жидкость, то неизменно повышается плотность. При этом текучесть снижается, в результате чего двигатель плохо смазывается, появляется повышенный износ внутренних деталей. Появившаяся эмульсия может попадать в труднодоступные полости. Все оно в скором времени сококсуется, что приводит к залеганию поршней в кольцах. При наличии воды и масла отмечаются проблемы работы поршневой группы. Когда охлаждающая жидкость будет уходить в масло, соответственно появляются определенные сложности с охлаждением двигателя. Как правило, подобное приводит еще к большому усуглублению проблем. Признаки тассола или антифриза в масле Определить наличие в масле тассола или антифриза не состоит какой-либо сложности. Так, например, автовладелец может самим сетмитить существенное уменьшение уровня антифриза, вплоть до серьезного перегрева двигателя. Масло при наличии в нем тассола или антифриза начинает сильно пениться. На шупе может появиться характерный белый налет, а если открутить крышку заливной корловины, то можно заметить обильную белую пену. При попадании антифриза в масле двигатель часто троит, из выхлопной трубы выходит белый день и так далее. Самое главное, как вы заметили, чтобы защититься от попадания антифриза в масле, это следить на исправную работу в системе охлаждения и в первую очередь не допустить перекрыв движка. По времени прокладка КБЦ стареет и более чувствительным становится на высокой температуре. Ну и в конце видео, если эта информация была для кого-то полезным, просто подписаться на канал, ставьте лайк и комментируйте. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok